Сбербанк является довольно-таки требовательной организацией, но в то же время справедливой. В том случае, если человеку срочно необходимы деньги, банк не отказывает, но выдавать кредиты всем подряд не будет. Банковское учреждение кредитует не только тех граждан, которые имеют высокие доходы. В этом случае необходимо быть просто-напросто ответственным и платежеспособным. Но на самом деле это не единственное желание банков. Для того, чтобы иметь возможность получить кредит в Сбербанке, необходимо иметь подходящий возраст. По мнению банковских сотрудников, человек, желающий взять деньги у банка в дол, должен быть ответственным и иметь хотя бы одно высшее или среднее специальное образование. В этом случае рассчитывать на получение денег в этом банке могут граждане, достигшие 21-летнего возраста. В этом банке ценятся заемщики от 21 до 55 лет, и им предлагается огромный спектр разнообразных услуг. Такие категории граждан как пенсионеры и студенты могут только об этом мечтать. Студенты в этом случае имеют возможность на получение потребительского кредита, и родители студента обязательно должны выступить в роли поручителей, а также кредит на образование. Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. Пенсионеры же, в свою очередь имея хорошую пенсию, могут рассчитывать на получение ипотечного кредита, а также потребительского. Еще необходимо знать о том, что возраст заемщика пенсионного возраста на момент окончания действия договор не должен быть больше 75. Опыт. Следующее, на что обращают внимание, это стаж работы. На последнем месте он должен составлять не менее трех месяцев, а также полгода за последние пять лет. На данный момент это банковское учреждение предъявляет такие требования. Также необходимо учитывать, что все предлагаемые в Сбербанке кредитные продукты оформляются при предоставлении одинакового пакета документов. Но, конечно же, кроме ипотечного кредитования, по понятным нам с вами причинам. Как получить кредит в Сбербанке? Паспорт дает возможность Сбербанку не только проверить человека на честность, но еще и проверить его платежеспособность. Второе, это документ, который подтвердит занятость человека. Сотрудники Сбербанка должны быть уверены в том, что человек трудоустроен и имеет хорошую должность. Следующий документ, который необходим, справка о заработной плате. Кредитная карта в день обращения – удобный и популярный кредитный продукт, предоставлением которого занимаются многие отечественные банки. Сбербанк России также готов радовать своих клиентов предложением, позволяющим оперативно получить в распоряжение резервный источник денежных средств. В перечне актуальных предложений банка представлены карты Momentum, которые выпускаются платежными системами Visa и MasterCard. Предложение действует для клиентов, которые уже пользуются услугами Сбербанка. Ранее оформили депозит, являются участниками зарплатной или пенсионной программы, несут кредитные обязательства, имеют дебетовую карту банка. Условия использования кредитной карты Momentum от Сбербанка. Универсальная моментальная кредитная карта от Сбербанка – простой и удобный кредитный продукт, который предусматривает следующие условия кредитования. Кредитор устанавливает максимальный лимит финансирования держателя пластика в размере до 150 000 рублей. Финансирование производится в рублях. Карта открывается сроком до первого года. Отсутствует плата за обслуживание карточного счета. Использование кредитных средств возможно до 50 дней без начисления процентной ставки. Процент банка за использование средств с кредитки составляет 18,9% годовых. Преимущества кредитной карты Momentum. Моментальная кредитная карта Сбербанка – удобный кредитный продукт. Текст озвучен в Яндекс.Клауд. Основные его преимущества сводятся к следующим. Простота оформления кредитки, позволяющая получить в руки пластик уже через 15 минут. Минимальный пакет документов, необходимый для рассмотрения заявки. Отсутствие комиссионных сборов и платежей, влияющих на стоимость кредита. Право на Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. Участие в бонусных программах банка. Подключение интернет и мобильного банкинга, позволяющих управлять счетом виртуально. Возможность привязывать карту в электронным платежным системам. Право на использование карты на территории России, а также за ее пределами. Возможность проводить. Все возможные операции по оплате переводу или покупке на территории Российской Федерации. Автоплатеж. Бесплатное обслуживание. В итоге клиент, получивший в распоряжение кредитную карту Momentum, имеет возможность распоряжаться доступным кредитным лимитом, а также удобно и просто управлять счетом. Рассмотрим также минусы пластика Momentum от Сбербанка. Карта может использоваться только на территории РФ. В других странах пользоваться ею нельзя. Невозможность перевыспуска карты в случае ее утраты или если вы забыли пин-код только получать новую. Низкие лимиты по сравнению с аналогичными продуктами, на снятие наличных, перевод средств через УКО, с картами без чипа, выпуска до мая 2016 год. Возможны сложности при оплате за границей. Более низкий уровень безопасности осуществления операций, так как карта привязывается лишь к мобильному номеру. Озвучена Яндекс Спичкит. Моментальная кредитная карта может быть оформлена в отделении банка по предъявлению одного лишь паспорта. Право на кредит предоставляется гражданам РФ, возраст которых составляет от 21 до 65 лет. Обязательно требуется наличие трудового стажа, а также регистрации по месту обращения в банк за получением кредитки. Рассмотрение заявки и вынесение решения об оформлении счета не занимает более 15 минут, что экономит время посетителя и не создает для него дополнительных проблем и сложностей. Озвучена Яндекс Спичкит. Некоторым категориям клиентов кредитная карта Momentum предлагается на льготных условиях. К ним относятся держатели зарплатных, пенсионных карточек, активные владельцы других расчетных карт, вкладчики Сбербанка, владельцы потребительских займов. Сбербанк сообщит о одобрении, а клиент сам решит принимать или отказываться от такой кредитной карты. Из текста выше видно, что карта Momentum Сбербанк является выгодной и удобной. Она не отличается от других банковских карт, выполняя их функции, но при этом бесплатно ее легко оформить. Желая иметь ее у себя, изучите все плюсы и минусы карты, а также отзывы в интернете. Имеются положительные и отрицательные отзывы. К положительным, конечно, относятся все плюсы карты бесплатности быстрота получения, а также сервисы Сбербанка. С нашей точки зрения у данного пластика плюсов больше, однако некоторым она может не подойти из-за ограничений. К примеру, нет поддержки зарплатного проекта, более низкого лимита и статуса. Ниже мы приведем несколько отзывов о карте Momentum с сайта отзовик. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.